Всем привет дорогие подписчики, с вами Академия Сайтов, меня зовут Николай и сегодня у нас третье видео, точнее третий способ, как можно на роутер поставить VPN и при этом, чтобы у вас работал телевизор ну и все дополнительные устройства, которые будут подключены к этому Wi-Fi роутеру ну а также, потом мы поговорим, как можно данный VPN разделить на несколько устройств там, допустим, телевизор, телефон, ноутбук что там еще есть? Планшет и дополнительные устройства, которые могут подключаться как по VPN, так и через мобильную связь но об этом чуть позже поэтому перед тем, как мы начнем, обязательно подписывайтесь на мой YouTube канал у нас уже 3003 человека это уже прогресс, согласны? буквально чуть меньше месяца было всего 600 человек сегодня уже 3000, за это вам спасибо поэтому обязательно зовите друзей и делитесь моим каналом так, а мы начинаем поэтому мы можем открыть вот такое интересное видео здесь нажимаем кнопочку «Еще» и вот тут есть такая строчка, как «Хостинг Бегет VPN» переходим по данной ссылке я буду регистрировать вместе с вами, для того, чтобы вам все это показать вам необходимо нажать кнопочку «Регистрация» здесь «Вести данные» сразу скажу, если, к примеру, вы не хотите вводить свои данные да, и не хотите ими светить, и чтобы они были здесь зарегистрированы вы можете использовать абсолютно любые данные а номер телефона и электронную почту я вам сейчас покажу, как получить практически бесплатно и мы начинаем и мы начинаем регистрация пусть будет еще раз Иванов Петр Сергеевич здесь мы удаляем ждем пока нам создастся новая почта это буквально пару секунд занимает обычно на первом вставляем ее вот сюда далее переходим под это видео и переходим к покупке онлайн номера здесь переводим на русский язык регистрируемся после регистрации веб пойдете в вот такой кабинет здесь выбираем Россию здесь набираем «Бегет» тут всего стоит чуть меньше 5 рублей поэтому просто вот сюда один раз нажимаем и у нас появляется новый номер мы его копируем но перед этим само собой нам необходимо пополнить там на 30 рублей максимум больше не нужно и этот номер нам нужно вставить вот сюда нажимаем регистрация а стоп стоп второй раз чуть не допустил ошибку здесь переходим в категорию «Старт» «ВПС» и выбираем либо 7 рублей если хотите в России сервер получить либо 22 рубля если хотите получить за пределами России пока что выберите 22 рубля потом может быть перевести на 7 рублей ничего страшного но пока что нам нужно именно так нажимаем «Регистрация» сейчас нам придет код здесь появится код копируем его и вставляем сюда все мы попадаем в наш личный кабинет тут выбираем либо хостинг «Азия-Казахстан» возможно в будущем будет еще «Европа-Латвия» сейчас они пока распроданы да и здесь в нашем случае 22 рубля в день это если вы хотите чтобы у вас работал YouTube именно на сегодняшний день на 16.08.24 он работает как в Казахстане так и в Санкт-Петербурге провисовать что в Санкт-Петербурге цена 7 рублей в день это 30 на 7 210 рублей либо если хотите за пределами это 22 рубля это по-моему 620 рублей в месяц но при этом у вас будет работать как инстаграм, чат-бот, фейсбук ну и все другие сервисы которые в России как бы закрыты поэтому мы выбираем Казахстан в данный момент переходим в Beget и здесь нам необходимо нажать «Задать пароль» дополнительные параметры тут в принципе ничего не трогаем меняем единственный пароль пароль мы делаем такой чтобы вы его запомнили первая буква у нас большая должна быть пару цифр и какой-нибудь знак поэтому копируем отсюда вставляем сюда чтобы нас не было утойницы и нажимаем «Создать виртуальный номер» о, извините, сервер теперь нам нужно подождать пока он создастся да, вот эти ссылки нам больше не нужны мы их закрываем все, запущено создание сервера WPS это займет буквально минуты 2 максимум так что давайте немножко мы подождем пока мы ждем вы можете поставить лайк нажать «Поделиться» и поделиться со своими друзьями можете в ВК, ватсап, фейсбук, икс, электронная почта либо просто копировать ссылку и отправить куда-нибудь другу например, в Телеграм это тоже возможно похоже на ловушку ФСБ ну что ж нет, это не ловушка а смысл анонимности все равно оплачивает услуги бигет только с помощью российских банковских сервисов хорошее замечание я об этом не подавал ладно бесплатный бесплатный и просто с этим я согласен но это работает только на компьютере а нам нужно его еще как-то зафиксировать на как он называет на роутере чтобы у вас интернет работал точнее VPN работал конкретно на всем помещении так это все это все или нет как оно здесь обновляется давайте посмотрим да, больше не было ладно еще идет установка если вам нужно конкретно на компьютере сделать то есть вы можете найти вот таким видео зайти в категорию видео и открыть вот эти способы они в принципе сейчас работают вот обход блокировки а не то обход блокировки и обход блокировки версия 2 посмотрите эти видео у вас все будет отлично работать как написали комментарии Goodbye DPI отлично отрабатывает также если вы хотите приобрести номер номер ватсап можете посмотреть это видео либо номер telegram в принципе сущие копейки ватсап 42 рубля telegram 70 рублей все наконец-то теперь мы получили вот такие данные давайте проверим как это будет работать на роутере то есть открываем настройки нашего роутера первый вариант это если у вас есть VPN открываем клиент нажимаем добавить профиль выбираем L2TP и выбираем описание пусть будет при get test ну мы же тестируем в принципе VPN сервер в нашем случае мы копируем вот это название имя пользователя в нашем случае это юзер пароль вот этот который мы создавали в самом начале нажимаем ok все попробуем теперь подключиться посмотрим как будет работать сейчас возможно трансляция немножко прервется но давайте подождем вот тут должна появиться галочка пришлось отключить потому что у меня почему-то сегодня вечером похоже слишком большая нагрузка на VPN поэтому как говорится очень плохо VPN сегодня работает но обычно он прям идеально работает стабильно и IP в нашем случае должен быть такой же как вот тут вот как вы здесь видите такой же IP должен быть вашего компьютера то есть если мы наберем мой IP то вот тут должно быть число вот такое все это способ если у вас в роутере есть VPN что делать если этой функции нет в этом случае нам необходимо открыть категорию интернет вот тут выбрать L2TP да сразу скажу если ваш провайдер настраивается через ППОЕ этот способ вам не поможет ну будем говорить как есть против во остальных случаях это способ рабочий поэтому выбираем L2TP здесь получаем автоматом получаем автоматом имя пользователя юзер пароль такой же RESTAPE VPN сервер мы копируем вот отсюда так где вот вот этот вот этот у меня тоже пятница я уже устал во первых вставляем сюда и нажимаем кнопочку применить после этого после этого у вас займет ну примерно от двух до семи минут до десяти минут пока VPN подключается к вашему роутеру вот сейчас как только интернет пропадет значит у нас VPN подключился так обновляем страничку пока IP адрес у нас не меняется похоже ему нужно время я кстати вот вчера тестировал этот способ у меня он сработал только у меня интернет отвалился где-то минут через две с чем это связано я не могу сказать но в принципе настройки должны быть именно такие в некоторых роутерах вместо VPN сервера вместо названия но должны вы должны писать IP адрес этого сервера и у вас должно все заработать может роутер перезагрузить интересно даже нет вот я вчера тестировал у меня роутер перешел в режим ну в этот режим и у меня IP адрес изменился даже при слове что я VPN здесь не включал вот почему на трансляции всегда вот такие вот неудобные моменты появляются но не хочет ну короче вот поверьте на слово когда вы выберете вот этот режим и нажмите применить после этого перезагрузить роутер у вас должен подключиться VPN и тогда у вас должно все заработать как бы если вдруг у вас что-то не получилось вы можете меня набрать ну вконтакте написать то есть если мы сейчас откроем видео любое так до сих пор работает вот тут есть ссылка то есть личная страница ВК можете сюда перейти и написать мне ВК если вдруг у вас какие-то проблемы я могу вам помочь с этим страничка моя выглядит следующим образом ну вот здесь будет кнопочка написать личное сообщение вот такие два способа то есть подключаем либо через VPN либо через интернет ну и чтобы закончить видео давайте мы дополнительно создадим пользователей несколько штук инструкция будет под данным видео как это все делается то есть если мы откроем ссылку здесь нажимаем кнопочку скачать либо здесь либо здесь скачиваем этот архив не знаю у меня VPN подключился ну-ка обновляем страницу нет айпишник тот же самый а скорость прям минимальная я не знаю что у меня с интернетом происходит но все никак как обычно давайте я сейчас открою архив который я скачивал еще на предыдущем уроке он в принципе один тот же так 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 вот инструкция мы нажимаем право клачь мыши извлечь и запрашивают пароль пароль это академия сайтов то есть можете открыть в нашу главную страничку копируем этот адрес и вставляем его вот сюда все у нас все распаковалось и у нас появилась вот такая вот инструкция где мы можем все это открыть здесь у нас будет информация такая как сам хостинг билет картинка как регистрироваться что выбирать то есть все это будет вы можете выбирать смотреть и делать так же но не забывайте смотреть само само видео само собой так я не понимаю что у меня с интернетом сегодня происходит прям нехорошо он работает болеет наверное пятница ладно давайте вернем обратно как было все применим применим верите нет я вчера вечером тестировал у меня реально поменялся айп адрес вот когда я вот так делал вот реально поменялся а сегодня не хочет ну как это работает я не знаю может провайдер что-то чудит там ладно в комментарии напишите получилось у вас или нет просто ради интереса так все это убираем это мы убираем это нам больше не надо так а да я же обещал создать пользователей смотрите мы заходим на хостинг бигет заходим файловый менеджер разрешаем доступ подождем пока он прогрузится у меня однозначно сегодня что-то с интернетом обычно он прям мгновенно раз и все вот сегодня прям долго-долго причем у меня не vpn ничего не подключено вот от слова совсем да все выключено что-то он прям долго думает ладно в любом случае здесь нам необходимо перейти в категорию етк здесь переходим в категорию начнем категория открываем файлик вы его очень легко найдете когда вы здесь справа увидите секрет ip-сек нажимаем правил клэш-мыши правка и вот тут видим то что у нас один пользователей мы его проскопируем и вставляем несколько раз к примеру у нас пять устройств поэтому здесь мы прописываем один два три четыре то есть первый это наш роутер все остальные это дополнительные устройства это мы копируем все все теперь заходим в папку ппп ппп сейчас мы ее найдем вот она здесь открываем чап секрет нажимаем правка и вот тут мы тоже видим у нас на строчке мы ее просто берем и копируем раз два три четыре пять и также прописываем один два три четыре все мы это сохраняем теперь мы это закрываем далее нам потребуется некая программка которая называется пути она находится в этой же папке то есть открываем эту программку нажимаем next там next next она установится и она у вас будет выглядеть вот таким образом открываем пути выглядит она вот так нам нужно перейти вот сюда копировать вот это название то есть один раз нажимаем она копируется и вставляем сюда нажимаем пароль это тот который мы вводили в моем случае это rest api он находится вот тут вот он можете вручную сделать а можете отсюда копировать и потом правой клавиши мыши вот так раз и она вставляется после этого нажимаем enter вот должна появиться вот такая же табличка далее нам нужно сделать две команды открываем черт инструкцию листаем самый низ вставляем ошибочка не скопировался копировать вставляем и вот эту вставляем отлично теперь где-то минуты через две все обновится и вы сможете с помощью данных данного логин пароля зайти на других устройствах кроме роутера да и у вас все будет хорошо единственное условие знаете какое то что есть роутеры более старые они довольно сильно режут скорость допустим если ввпн сейчас я даже покажу так будет нагляднее если ввпн настраиваете вот отсюда скорость у вас будет где-то вот я лично на моем роутере у вас может быть другая вот у меня максимум 60 мегабит поднимается хотя родная скорость у меня где-то 160 если я допустим подключая здесь и подключая дополнительно вот тут как подключиться у меня скорость поднимается до 120 мегабит у другого человека я тестировал там под 170 поднималось максимальный канал 250 мегабит в секунду то есть здесь все зависит от того какой у вас компьютер какой роутер и как далеко вы находитесь от сервера но в любом случае этого достаточно для того чтобы все у нас корректно работало так давайте посмотрим то что у нас все запущено да запущено и можем заходить я сейчас подключать не буду потому что какая-то проблема сегодня с интернетом мне как я себя нажимаю у меня интернет очень сильно по скорости падает хотя до этого вот буквально вчера все стабильно работало 100 100 170 нет 100 120 выдавал ладно комментариев больше нет наверное будем завершать поэтому если вдруг у вас что-то не получилось можете мне написать в ВК либо по данному видео в комментарии я отвечу на ваши вопросы ну на этом все все с вами была академия сайтов не с вами подписываться делимся то есть у нас сегодня видео более как толку добрать более разговорные что ли то есть вот в этом видео я более качественно все это говорил проговаривал сегодня у нас как бы просто небольшая доработка ну ладно все давайте будем заканчивать пока-пока увидимся в следующем видео а в комментарии напиши какие бы темы ты еще хотел увидеть у меня на канале все пока а